Друзья мои, всем привет! Поговорим сегодня о машинах, о покупке машины, о приобретении машины в Канаде. Этот вопрос очень много раз задавали уже и, естественно, понятно, почему люди этим интересуются, потому что Северная Америка, Канада, США — это так называемые автомобильные страны. Здесь фактически вы никуда, особенно пешком, не находите. Здесь в Канаде прекрасная, на мой взгляд, транспортная система — это GO, поезда, которые ходят, плюс Subway, метро. Но, тем не менее, в основном, конечно, большинство людей пользуются автомобильным транспортом своим личным. И в Канаде на сегодняшний день, так же, как и в США, ситуация такова, что столько, сколько в семье взрослых членов семьи, тех, кто уже совершеннолетние, мама, папа, то, как правило, столько и машин находится во владении. Если говорить про покупки машины, то, пожалуй, это, наверное, самое простое из того, что может быть. Машину здесь купить, на мой взгляд, ну, совсем-совсем не проблема. Даже если у вас есть... Вы, наверное, когда приедете, увидите, что есть объявление о том, что вот если у тебя плохая кредитная история, если у тебя там нет кредитной истории, мы все равно сумеем тебе продать машину. И это, на самом деле, правда. Почему это происходит, и почему настолько легко, в общем-то, купить машину? Потому что здесь достаточно крепко работает закон, и работает он следующим образом. То есть, если вы покупаете машину, и вы за нее не платите, будьте уверены, что у вас ее просто-напросто конфискуют. Здесь есть такое понятие, как Collection Agency. Это специальные такие конторы, которые занимаются, грубо говоря, выбиванием долгов. И если вы не платите за машину, они будут звонить вам на работу, вплоть до того, что вашему боссу. Они будут вас стыдить, преследовать до тех пор, пока вы, в конце концов, скажете, ребят, давайте я заплачу уже, оставьте меня в покое, мне уже ничего не надо. Но даже если это не работает, то здесь есть другая категория компания, которая занимается изъемом, она, так сказать, отнимает вашу собственность, если вы за нее не платите. То есть, грубо говоря, если вы купили, скажем, там какую-то шикарную или просто машину, или, так сказать, там, я не знаю, лодку, или парусник, и вы за него не платите, то будьте уверены, что никто не пойдет с вами на конфрактацию, никто не будет с вами там драться, там, или еще что-то такое. Но как только вы где-то приедете на свои, там, я не знаю, Феррари или Мерседесе куда-то в город, как только вы пойдете там с любимой женщиной в кафе, в ресторан, когда вы выйдете на улицу, не удивляйтесь, если ничего на улице вы не обнаружите. То есть, есть специальные эти конторы, организации, которые этим занимаются. Это фактически узаконенный угон. То есть, эти люди, они умеют взламывать машины, то есть, они ее просто-напросто у вас крадут и возвращают ее тому, кому она принадлежит. То есть, финансовые структуры, финансовые организации, у которых вы взяли ее в кредит, в аренду, в лист, так сказать, и так далее. Вот такая система. Поэтому их относительно так легко и дают. Купить машину существует, наверное, по крайней мере, 3-4 разных способа. Первое, что вы можете сделать, это открыть газету, электронную газету, бумажную газету. Вы можете зайти на сайт KGG, очень популярный здесь, в Торонто и в Канаде. Это может быть сайт Craigslist, тоже довольно очень популярный. И там вы увидите частное объявление, кто-то предлагает свою машину. И вы просто-напросто выбираете то, что вы смотрите. Допустим, вы нашли там, скажем, я не знаю, Хонду или там Тойоту, допустим. Вы созванетесь с человеком, едете смотреть и проверяете, насколько эта машина вас устроит или не устроит. У нас вот эти транзакции, покупка, даже если вы покупаете абсолютно у чужого человека, у частного лица, они совершенно безопасны, потому что, как правило, у нас не существует транзакции с наличными деньгами. То есть, если, допустим, вы нашли какую-то машину, и она, допустим, стоит там, скажем, 8 или там 7 или 10 тысяч долларов, то никто никогда не принесет пачку денег. Это совершенно здесь не принято. Человек пойдет в банк и возьмет на имя продавца, у нас существует сейчас 3 таких вот чека сертифицированных, это Money Order, Draft и Certified Check. То есть, это сертифицированные деньги, которые банк на вашем счету как бы замораживает в пользу вашей покупки. То есть, грубо говоря, если у вас на счету, допустим, находится 15 тысяч долларов, и вы выписываете чек на 10 тысяч долларов на покупке машины какому-то частному лицу, то дальше вы идете ее передавать, этот чек ему, и до тех пор, пока он эти деньги не снимет, вы эти деньги потратить на что-то другое не можете. Поэтому ничего абсолютно опасного в этих транзакциях у нас нету. Вы можете спокойно встречаться с человеком, посмотреть машину. Дальше у нас есть так называемый ownership, где он переписывает свою фамилию на вашу фамилию, что машина становится вашей, вы передаете ему свой вот этот вот чек сертифицированный, и транзакция на этом закончена. Все очень просто. Второй путь. У нас есть такой журнал, он и в газетном, и в электронном варианте выпускается. Очень популярна, очень мощная эта система, называется AutoTrader. Там рекламируются не только частные лидеры, но и дилеры. Почему люди предпочитают покупать у дилера? Ответ на этот вопрос очень простой. Во-первых, машина проходит, как правило, предпродажную подготовку. То есть вы заходите, они вам ее, так сказать, намажут, наполируют так, что вы будете думать, что вы покупаете практически абсолютно новую машину. Второй момент. Они готовят, делают техническую подготовку. То есть если они видят, что там, допустим, какие-то тормоза на ней плохие, они поменяют тормоза. Если они видят, что на ней плохая резина, они поставят новые покрышки. Если там на ней есть какие-то царапины, scratches, так сказать, вот на салоне, в кузове, так сказать, то они это все поправят. Если внутри салона там какая-то грязь, мусор, то это все, естественно, убирается, и вам, так сказать, продается такая сверкающая абсолютно машина. Ну и самое главное, в чем заключается идея покупки у дилера, вы, как правило, в Канаде, допустим, не обладаете деньгами на всю сумму покупки. Скажем, допустим, машина стоит 10 тысяч долларов, а у вас есть 5, да, и вам, соответственно, нужно где-то как-то подфинансироваться. Так вот, дилершип всегда, как правило, связан с финансовыми организациями, которые кредитуют. Либо он вам свой даст кредит в рассрочку, чтобы вы эти 5 тысяч долларов проплатили, либо он вам поможет соединить финансирование, которое позволит вам, так сказать, выплатить эту машину. Вот такая схема. Я всегда стараюсь вам рассказать что-то интересное по сравнению с тем, что вы знаете уже. То есть, если говорить о покупке машины, то я не думаю, что я вам сообщил что-то очень новое на этот счет, потому что покупка машины, она покупка машины и есть. Давайте я вам расскажу немножко о другом, что мне кажется сейчас все еще, наверное, менее принято, вот скажем, в странах СНГ, в России, в Казахстане, в Узбекистане, вот в Казахстане. У нас есть такая вещь, как лизинг или лиз. Я, например, в частности, например, скажем, последние вот уже 5-6 лет, наверное, я не покупаю машины вообще, я беру их в лиз. Лизинг – это схема очень простая, да, то есть, грубо говоря, если машина ваша, скажем, стоит, допустим, там, 50 тысяч долларов, да, они считают, что через 3 года при определенном пробеге она может стоить, скажем, там, допустим, 25 тысяч долларов. Только вот, если уж так очень примитивно, грубо объяснять, вы фактически берете машину на 3 года и платите вот эти вот 25 тысяч долларов, помесячно, так сказать, разбитые, ну, с учетом там определенного еще процента, конечно. Вы знаете, когда приезжаешь в Канаду, все мы обладаем определенным уже каким-то консерватизмом мышления. То же самое было у меня, что вот я купил машину, и с этого момента теперь она моя, это моя машина, я буду на ней ездить, она целиком полностью принадлежит мне. Постепенно, в общем-то, взгляды на эти вещи меняются, и вначале казалось, что, допустим, если ты берешь машину в лиз, то, ну, что хорошего, ты вот поездил, покатался, вот что ты платишь, 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 ты ничего не выплачиваешь, через 3 года ты опять остался у разбитого корыта, и у тебя опять нет машины. Тут, если ты взял на финансирование, ты выплачиваешь, 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 и, по крайней мере, в какой-то момент, там, через 3-4-5 лет она, в конце концов, твоя. При лизинге этого не происходит. Тем не менее, как я уже сказал, что чем больше живешь в стране, тем больше меняются твои представления. И сейчас, например, я для себя понял, что в Канаде очень легко купить машину, но очень сложно от нее избавиться. Вы можете ее продать дилеру, только в том случае, если вы продаете им ее заведомо дешевле, чтобы им было выгодно ее продать еще кому-то. В чем для меня плюсы Лиза? Ну, как вы знаете, я риэлтор, то есть я довольно, в общем-то, немало езжу, поэтому мне нужно, чтобы машина была новая, надежная, чтобы она не ломалась, потому что я вожу людей. Плюс мне нравится, что Лиз, как правило, машина на гарантии, то есть у меня вообще голова ни о чем не болит, если что-то сломалось. Я приезжаю в дилершип, говорю, ребята, вот ваши машины, пожалуйста, отремонтируйте. Они мне обычно дают какую-то машину взамен, я потом приезжаю, забираю свою. У меня эти расходы ежемесячно списываются, то есть вот поездив на машине, я каждый месяц плачу, это все вычитывается из моих доходов. И в конце концов, в какой-то момент я пришел к выводу, что Лиз для меня, наверное, выгоднее. То есть поездив на машине три года, я проплатил, так сказать, вот то время, пока я на ней ездил. Потом я возвращаю им ключи, говорю, ребята, спасибо большое, давайте мне следующую новую машину. И меня пока этот, в принципе, процесс очень-очень даже устраивает. Заканчивая говорить про Лиз, например, по моим, так сказать, стопам пошла моя дочка. Она начала работать, и она взяла свою машину в лизинг. Это Volkswagen Jetta, абсолютно новая машина. Она, правда, такая достаточно пустая, в ней, собственно говоря, обычные тряпочные сидения. Ну, естественно, автоматическая коробка передач есть, кондиционер, все это есть. Но у нее нет GPS, у нее нет Bluetooth, такие вот какие-то вещи. Но, тем не менее, я считаю, что вот для девушки, которая только-только начала работать, мы договорились на этой машине, 285 долларов уже вместе с налогом, все включая, она платит месяц. Мне кажется, это очень неплохо. У тебя нет денег на даунпеймент, тебе не нужно машины покупать, тебе не нужно платить там все 20 или 30 тысяч, сколько она стоит. Ты платишь свои 285 долларов каждый месяц, и у тебя ни о чем не болит голова. По-моему, это неплохая вещь. Ну, и вот я смотрю, по-моему, эта идея понравилась и моей дочери тоже. Теперь ответ на ваши вопросы. Сергей, мы вот, частый вопрос, мы только что приехали в Канаду, как нам быть с машиной, то есть, что вы нам посоветуете, надо ли брать новую машину, надо ли брать поддержанную машину и так далее. Я бы сказал бы так, в ЛИС вам машину брать, скорее всего, не стоит, потому что у вас будут проверять кредитную историю, и для этого у вас должен быть, во-первых, у вас должна быть кредитная история сама, и во-вторых, у вас должна быть работа, чтобы люди, которые дают вам, чтобы дилершип, который дает вам машину, чтобы он мог убедиться в том, что вы в состоянии за нее платить. То есть, у вас это на первых порах может не сработать. Стоит ли покупать новую машину или поддержанную? Я бы сказал бы, что это скорее вопрос вашего бюджета, это сколько денег вы привезли с собой. Если можете купить новую машину, наверное, может быть, это неплохая идея. Имейте в виду, что если вы привезли и платите полностью наличными деньгами, я имею в виду наличными не в плане того, что вы бумажками за нее расплатите, а в плане того, что вы не просите за нее кредит, вы не хотите финансировать никакого, то я вам почти гарантирую, что вы, если будете достаточно агрессивно торговаться с дилершипом, вы почти наверняка получите хорошую скидку. Если вы приезжаете с ограниченным количеством денег, то я бы сказал бы так, постарайтесь купить машину что-нибудь до 10 тысяч долларов канадских. Почему такая сумма? Потому что за эти деньги вы, по крайней мере, сможете купить какую-то приличную машину, которая продержится у вас 2-3-4 года, прежде чем вы встанете на ноги, прежде чем у вас появится какая-то хорошо оплачивая работа, а дальше вы решите, либо вы купите уже новую машину на финансирование, либо вы возьмете ее в лизинг, как и я, дальше вы уже определитесь. Но, по крайней мере, этой машины вам хватит на какое-то время. Почему я не советую брать, иногда люди приезжают и говорят, Сергей, я тут видел объявление, можно машину купить там за 1000 долларов. Вы знаете, можно машину купить и за 500 долларов, но не удивляйтесь, если потом ремонт ее будет у вас каждый месяц составлять те же самые 500 долларов, понимаете? Потому что если ее продают за эти деньги, то всегда на то есть какая-то причина. Она поэтому и стоит дешево, потому что она либо уже в очень плохом состоянии, либо ей очень много лет, либо у нее громадный километраж, и она, соответственно, опять же требует какого-то большого ремонта. То есть чудес не бывает. Вам продают машину очень дешево, потому что она просто ничего больше ей не стоит. Поэтому я бы сказал вот так, купите машину где-то вот в пределах там 5-10 тысяч долларов хотя бы, чтобы это был приличный какой автомобиль, который продержится у вас какое-то определенное время, прежде чем вы сумеете потом дальше уже определиться, будете ли вы брать более дорогую машину. Наверняка у вас такая возможность появится, потому что уже и вы, и ваша супруга будут постепенно работать, и, соответственно, для вас приобретение машины будет уже значительно гораздо проще. Вот такая очень коротенькая справка. Я не являюсь никаким специалистом по покупке там или по лизинге машины, просто с позиции обывателя, вот человек, который уже давно живет в Канаде, я просто попытался вам ответить на вопрос, как покупается машина в Канаде, как она берется в лизинг. Это очень несложная процедура. Поверьте мне, все, в общем-то, совсем-совсем несложно. Выберите любую машину, которая вам понравится, и вы с удовольствием на ней будете ездить. Это все на сегодня. Как всегда, я приглашаю подписаться на мой канал в YouTube, на мою страницу в Facebook, Google+, ВКонтакте. Всех приглашаю и принимаю в друзья без ограничений. Еще раз спасибо за ваше внимание и пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!